Так, что тут у нас хорошее. Так, все присоединяемся. Давно у нас не было в Перископе, но мы тут ни при чем. Я все раньше считал, что в России у нас хреновая связь, хреновая связь у нас в Европе. То есть везде есть интернет, везде есть Wi-Fi, а вот ничего по этому поводу нет. Как минимум, как максимум позволяет отправить фотку. В Перископ выйти точно нельзя. Как настроение? Настроение шикарное. Мы, правда, уже сутки не спали, потому что приехали делать целую кучу. Короче, вся информация будет на YouTube. Мы сняли прикольные секс-шопы, мы сняли разные магазины. Мы, конечно, сняли даже кофешопы, но их не получится выложить на канал, чтобы это не посчитали пропагандой. Какие, короче, впечатления? Впечатления самые такие интересные. Вообще они разнорешивые, сильно-сильно. Что нам понравилось? Или удивило? Короче, голландцы реально гулливеры. Они все реально огромные. То есть все девчонки где-то под метра восемьдесят-восемьдесят пять. Но они просто нереальные все. Мужчины выше метра девяностом. Тоже практически все. Что еще в амстердайме? В амстердайв много геев. Но мы тоже пытаемся все-таки не мыслить стереотипно, но о чем мы думали? Мы думали, что сейчас мы поедем, тут просто вообще море геев, которые там чуть ли не сексом занимаются на улице. Никаких обнимашек, целовашек, ничего нету. Пару раз видели, как пожилые пары геев шли за ручку. В общем, на этом все. Очень огромное количество велосипедистов. Просто нереальное количество велосипедов. Очень много электрических машин, очень много Тесла-машин, ну и в общем остальных тоже. То есть практически все на электричестве. Погодка в амстердаме, кстати, амстердам и Санкт-Петербург вообще идентичны. Все то же самое, за одним исключением. Европа, блин, маленькая. Европа маленькая настолько, что вообще трудно что-либо по этому поводу поделать. То есть ширина дороги ровно в ширину одной машины. И Хаммер там не проедет. А в Германии больше геев говорят. Ну, блин, в Германию нам тоже придется скоро ехать. Вот заодно и сравним. Чего еще хорошего? Короче, что с едой? С едой все просто. Есть кофешоп. У кофешопа 3-4 кондитерки. Нереальное количество кондитерки. Пиццы и картошка фри. То есть все, что нужно людям, которые покурили. Девушки тут спросили, красивые. Да, тоже хотелось сказать. Я такого количества сладкого не видел нигде. Мы с массой любим карибы. И те же самые доминиканцы, кубинцы, они очень любят сладкое. Ну, просто вообще очень сладкое обожают. И в этом есть проблема, потому что донация становится толстая. Так вот, голландцы не толстые и не худые. Они и без формы нельзя назвать. Ну, форм действительно, практически никаких нет. Они просто такие. Не толстые и не худые. Вот. Еще велосипедисты имеют приоритет даже перед пешеходами. Да, тут просто все считают, что сейчас мы приедем, возьмем велосипед и будем кататься, раз на велике умеем ездить. Нифига подобного. Право дорожного движения для велосипедистов более чем жесткие. Есть и кирпичи, куда велосипедов нельзя ставиться, где парковать нельзя. То есть целая куча разных вещей. Мы хотим рассказать, о чем нам хотим рассказать. Масючек тут засыпает уже. Мася, а сделай мне тогда бы Сашечка? Матька моя спящая красавица. Спящая. Спящая. Что мы хотели сказать в Амстердаме? Мы с Масей стереотипно думали, что, ну как, не стереотипно. Мы четко понимали, что такси очень дорогое. И такси реально дорогое. То есть с аэропорта. Да ладно, мы как все дорогое, что там. Такси с аэропорта. Мася, я пока про такси. Что такси? Такси стоило 50 евро в одну сторону. Ага, да. И 55 в другую сторону. А это, собственно, огромная-огромная проблема. И мы, соответственно, жили в самом центре исторического города. То есть, грубо говоря, мы жили буквально в 100 метрах от мадам Тессо. Это была ваша большая ошибка. Ну, во-первых, за отель мы заплатили огромнейшие деньги. А отель был полностью ужасный. Да, одну мерочку бросай. Потому что я буду здесь сейчас в мои любимые спонсорские БЦашки. В любимом спонсорском шейкере. Матька мне сейчас его смешает. Потому что мы сладкого там сожрали столько, что я думал, что мы вообще просто кончимся по этому поводу. Вот. Я к чему? По толстере. Наш номер стоил очень дорого. А, Мася, твою-то налево маму. Шейкер не закрыла сверху? А я думала, что ты закрыла. Нет. Ты же его делала только что. И ты сверху крышку не закрыла. Ну, все, я закрыла. Да ну, я закрыла. Спасибо, дорогая. Короче. Короче, там, получается, у нас что? Мы заплатили за номер за 6 дней 990 тысяч рублей. То есть что-то больше 250 долларов. Вы знаете, какой был номер, ребята? Я вам, блин, сейчас скажу, какой был номер. Номер был просто шикарный. Номер был 8 квадратных метров. Вы, блин, видели 8 квадратных метров? Когда-нибудь? Нет? А вы видели? Масли пьяна? Нет. Мы, на самом деле, просто не спали уже, наверное, часов 30. То есть мы успели доехать до... Работаем, со всеми пообщаться, позаниматься делами. Потом поняли, что спать уже вредно. Поехали в метро закупаться. Короче, я не о том. Мы думали, что отель будет кайфовый. А на историческом центре все гуляют до 6 утра. Орут так, что спать невозможно. Комната в 8 метров просто ужасная и убогая. Поэтому никогда на это не покупайтесь. Отель не берите в центре. Доехать всегда можно либо на трамвае, который стоит 3 евро. Либо это можно сделать пешкарыцем. Мы каждый день нагуливали 15-20 километров. Что еще хорошего? Что еще хорошего? А, хорошего. Хорошего улица Красных Фонарей. Про кофешопы говорить у нас нельзя, раз это не принято. А вот улица Красных Фонарей. Мы там ожидали, что сейчас будет ну пипец. Все, полный разряд. Ничего интересного там не было вообще. То есть какие-то девушки в бикини, в маленьких кабинках. Ни эротики, ни стриптиза, ничего. Утром и днем очень страшные девушки. Вечером более симпатичные девушки. Что там с травой? Трава разрешена в разных вариациях. Под их резиденцию это не подпадает. И на самом деле мы как приехали, мы как все русские. То есть быстро-быстро-быстро туда-туда-туда. А европейцы идут медленно, не расторопно. Им вообще все спокойно, так все хорошо. Ну конечно все жрут. То есть походу все там курят и просто очень сильно объедаются. Запах травы. Я траву до этого никогда не курил. Там запах травы такой, что вы просто можете повеситься. Потому что он пахнет всегда. К вечеру первого дня мы начали уже хотеть жрать. Мы начали тупить. Потому что там сигареты никто не курит. А вот траву курит в общем очень много кто. Что еще хорошего у нас было? Что у нас хорошего было? А, на улице красных фонарей мы случайно умудрились... Мы умудрились поснимать какие-то вещи, посмотреть. Есть всякие типа как в Мулен Руже. То есть есть разные шоу. Все это стоит что-то в районе 40-50 евро. Ну там тоже мы не ходили. Почему? Почему-то не ходили. Народу не просто много. Ребят, если кто был в Москве... Сейчас пик метро. В общем это так. Только место друзей с ближнего зарубежья. Там все. Китайцы, немцы, японцы, итальянцы, испанцы. То есть просто нельзя пройти. Никогда не едете... Ну как никогда. Это ваше конечно дело. Не едьте никогда с пятницы в субботу. Пятница в субботу все страны маленькие Европы, которые есть рядышком, едут покурить в Амстердам. И там просто не пробиться. Музеи просто пытаются выкачать с вас деньги. И ничего такого интересного нет. Сама Голландия очень красивая. Очень чистая. Очень прикольная. И ходить пешком на самом деле полный кайф. Я не любитель ходить пешком, но мы реально меньше 15 км не проходили каждый день. Чего еще у нас там было такого классного? А, секс-шопы. Секс-шопы. Смотрите, кстати, на ютуб канале потом. Мы реально сняли самый большой секс-шоп в Европе. Нам много где разрешали снимать. И соответственно будет интересно на канале. Там очень всего интересного. Так. Кто-то мне говорит, хватит болтать не по делу. Нормальные люди, да? Я вышел в свой перископ, а мне рассказывают о том, что можно по этому поводу делать. Судя по комментам, Геев больше всего в России. Я бы сказал Зобных. Да. Кстати, это вполне весьма интересно. Когда большинство мужчин начинают обращать внимание на мою задницу, задается вопрос, кто же из нас все-таки больше подпадет под юрисдикцию другой ориентации. Так. Видео, как СОБР тебя крутил, почему не посадили? Почему не посадили? Потому что... Так. На Беларуси витаминки можно заказывать. Ну, наверное, в Беларуси и Украине, если вы имеете в виду анополические стероиды, они у них не подпадают под юрисдикцию. А в Российской Федерации подпадают под 8 лет. Так. Как найти меня на ютубе? Так, как меня и зовут. Надеюсь, знаете, как меня зовут? Вот. Саша, шпак. Забивайте и сразу меня увидите. Я в топе. 10 желтков в день не много, очень много, потому что дело даже не в холестерине и минералах. Ну, короче, печеночка начнет у вас уставать. Достаточно быстро начнет уставать. Это факт. Так. Показывать бицуху? Это к Сережке Миронову. Он вам покажет бицуху. Короче, так как воздухом в Сардаме пропитан травой полностью, то мы реально начали смазать там хавость сладкое. А мы же типа на диете. Поэтому сейчас мы уже второй день на бицахах. И стараемся тоже много гулять. Так. Ты гей? Нет, я не гей. Кстати, специально, чтобы теперь посылать вас на свой канал на ютубе. Там снято видео, которое называется «Гей ли я?». И там, собственно, все рассказывает о том, что есть. Так. Что это за комментарий такой у вас странный? Я даже не умею его прочитывать. Короче, что еще было в Амстердаме у нас такого красивого? А. С самого начала. Ты прилетаешь в Амстердам и, как старый добрый времен, тебя начинают досаждать таксисты. То есть есть такси, но тебя просто начинают вырывать местные арабы на то, что ты поехал у них. Типа у них это будет дешевле. На самом деле разницы почти никакой нет. Официальное такси стоит сразу. Это чистые Tesla машины электрические. Ты садишься и тебя привозят. Все равно плюс-минус от аэропорта до центра 50 евро плюс-минус 5. Те же самые арабы, они совершенно в другом месте и практически берут ровно те же самые деньги. Конечно говоря, мы не поехали и все эти маленькие непутевые заметки у нас тоже будут на YouTube-канале. Что хорошего еще было? В общем, нам там сначала очень не понравилось, потому что было очень людно пятница и суббота. Это было просто нереальнейшее количество людей. Так, сейчас извините, сын обижает в садике, как испытает дух мужчины. Так и хорошо, что обижает. Чем у нас больше трудностей жизни, тем человек становится сильнее. Либо ломается, но человек каждый сам выбирает свою судьбу. Так что поэтому люди, которые жили больше в неблагоприятных условиях, как правило, вырастают потом сильными. Так что вот так вот. Татуаж у меня на глазах, да. Татуаж у меня такой. Чего у нас еще? Я уже, блин, сбился даже, что я хотел сказать. А, что было плохого в Амстердаме? В пятницу суббота народу было так много, что мы не просто не чувствовали какой-то интимности в массе, мы просто офигели. Ну и просто мы офигели от номера. Я еще раз спрашиваю, номер видели когда-нибудь? Восемь квадратных метров. Вот он у нас был, номер восемь квадратных метров. И он нам очень не понравился. Какая-то маленькая кровать, я не понимаю, то есть душ практически находился так, что можно было одновременно, извините меня, делать свои дела в туалете. И вот это, что еще? Кстати, вот что мне еще не понравилось. Может быть это у них считается типа качеством? Вы покупаете когда-нибудь хот-дог? Что происходит? Ты приходишь, говоришь, please, хот-дог, one, yeah, longer. И что? Он дает тебе сосиску длинную и булку. И чего? И ничего. Все остальное вы делаете сами. Ну типа сервис такой. В Старбаксе покупаете кофе, говоришь, холодное молоко. А оказывается все везде вы доливаете сами. То есть у них это принято. Я очень обалдел Голландии от нечистоплотности. Потому что даже в России у нас уже это пропало. По крайней мере в крупных городах. Что происходит? Ты покупаешь рожок мороженого. Он одной рукой берет салфетку. А другой рукой без салфетки берет рожок. И это практически везде. И то же самое может быть с хот-догами практически со всем. То есть Мася у меня прямо от этого по большому счету балдела. Так, а если жира больше нет, все равно 10 желтков много. Желтки имеются целую кучу микроэлементов и минералов. Я могу сказать, что я видел наблюдения за рыбами, кошечками, собачками. То есть если их начинать кормить желтком, они сначала с удовольствием его жрут. А дня через 3-4 жрать перестают. Потому что реально с этого начинается какая-то проблема. Мася днюха такая понравилась. Да, кстати, вот тут вы попали в точку. Мы ехали, знаете, на самом деле посмотреть секс-шопы. Прикупить нам разных игрушек. Я хотел Мася подарить какой-нибудь прикольный там стриптиз. Ну и что вы думаете? Ни хрена. То есть народу с такой толкучки, что я сейчас говорю, что никакой интимности по этому поводу не было. А в многих магазинах продавцы то ли намеренно, то ли просто не дают tax-free. Из-за того, что не дают tax-free, вы потом теряете огромную кучу бабуа в аэропорту на возврате. Кстати, тоже имейте в виду и не забывайте, что если вы хотите получить tax-free, просите сразу, чтобы они вам все оформляли на месте. Они вам все это делают и только вам останется потом дать бумажку и получить обратно бабки. Так, меня задержали за химию. Много лет назад. Кто я? Ну это вообще оскорбление. Как много белка, как и в белке. В белке примерно 3-3,5 грамма и в жилке примерно 3-3,5 грамма. Еще мы потом на самом деле взяли и забыли целую кучу вещей, положили в багаж и взяли с собой в зону tax-free. Мы чеки показываем на то, что было, а tax-free получить обратно не получилось. Так что лоханулись. Так что имейте в виду, хотите вот tax-free, не забывайте брать с собой товар. Так, каким там спортом народ занимается? Почти не занимается. Почти вообще. Самое впечатление это то, что все очень рослые и реально чувствующие себя коротышкой. Я метр восемьдесят два с половиной, метр восемьдесят три. И это проблема. А так, велики, велики, велики. И, конечно, при том количестве сладко, которое они хавают все поголовно. Но я говорю, что нация не выглядит толстой. Одна из немногих наций, которая не выглядит толстой. Потому что немцев очень много толстых, бельгийцев, а эти все выглядят так, очень прикольно. Туристы ведут себя, как и везде. То есть, все приезжают курить травы, поржать. То есть, ну, достаточно шумно. Но никакого насилия, никаких драк, никаких проблем. Так, никто меня, кто меня не все знает. Меня уже в Амстердаме знают. Кстати, мы это даже видео засняли. Потому что мы просто не старались даже это сделать. А иностранцы, кто-то подписан на мой инстаграм, кто-то видит видео в ютубе. И, соответственно, вот так вот. Тебя, разве, распространение не закрыли? И, блин, я сниму вам видео по этому поводу. Напарили меня уже. Так, что думаешь про тренинг по табата-тамеру? Вариаций целых много, методик целых кучи. И не думайте, что какая-то методика в чем-то вам где-то поможет. А пробовать надо все. Потому что, во-первых, перемена методики дает свою пользу. А во-вторых, ну чего, кайфово. Ты кто? Вау, кто я? Я уже забыл. Так. Нормально. Как задать вопрос вашему админу? Евгений Хайтович, пишите в ВК. И задавайте все вопросы по поводу рекламы, консультации и тому подобного. На улице обращали там внимание? Кстати, тут у вас и хороший вопрос. В свое время, когда мы поехали на тайские каникулы в Таиланд, все такие, все, на Бангуаро, там шпака. Приму за своего хрен там. Половину всех трансов охренела и, соответственно, меня фотографировало. Они меня фотографировали, а не моих. И там нигде я не заходил за своего, потому что для них большой белый человек татуированный, еще и с моей не особо стандартной комплекцией, приводил их в состояние шока. Вот. А почти никто не обращал на меня внимание в Амстердаме. Там очень много людей с розовыми волосами, в коротких шортах. Иногда ходят мужчины в каких-то там шалях, еще чего-то. То есть, ну, целая куча всяких странных людей ходит там. Сказать, что не обращали внимание? Нет. Просто это один из тех городов, где на меня меньше всего обращали внимание так или иначе. Крашу ли я ногти? Да. Кстати, и это видео есть у меня на канале. Зачем я крашу ногти? Это знаете, зачем? Каждый раз пытаться ответить с каждым на этот вопрос. Такое ощущение, что у меня почему-то каждый раз новые подписчики приходят. Я лично устаю, поэтому мы снимаем видео и закидываем на канал. Все, второй день быть Сашек, и мы придем в норму. Так. Я думаю, вам надо отдохнуть. Уставший вид сильно. Это точно. Надо. Моя мастер просто придумал еще один отпуск, и теперь, блин, я не знаю, как нам надо успеть все поработать. Привет, Саша. Привет. Так, расскажи про кардио натощак. Полезно? Кардио натощак очень полезно. Надо только не забыть попить немножко водички, чтобы не сильно булькало, но уж точно попить. На кардио совершенно спокойно можно дополнительно пить воду, и все-таки я не советую делать это прям вообще натощак, пить БЦА. Но не надо пить его в капсулах, и не надо пить его с вкусовыми качествами. То есть вкусовым вы можете кислотностью запороть желудок на голодный желудок, а капсула опять тоже лежат на желудке, и это не очень хорошо. Поэтому пейте, порошковый, всякий такой. Так, 45 минут кардио после всего тренировки, раз в неделю немного. Я бы разбил его на два или даже на три кардио, и делал бы это чаще. Так, я пропустился. Понравилось в Амстердаме? Я отвечу так. Мы когда снимали видео, я думал, что сейчас люди будут думать, что у меня шизофрения началась. То есть хороший город, хреновый город, очень хреновый город, больше никогда не нормальный такой город. Вот такие у нас были мнения. Скажем так, поедем ли мы еще в Амстердам? Я думаю, что никогда не поедем. Жалеем ли мы о том, что поехали в Амстердам? Нет. Просто мы ждали одного, а вышел совершенно другой. Поэтому я снял еще такой маленький эпилог, когда уже приехал сюда с аэропорта, и, соответственно, мой оператор сейчас это обрабатывает. Так. Саша простой человек, ему нравится быть каким он есть. Да? Так. Ням-ням-ням. Ясно. Я так и думал почему-то. Колись про новый отпуск. Доминикана. Так. Зачем ты красишь ногти, глаза, губы качаешь, мужики это не делают. Да. Я не мужик. Вы когда-нибудь пытались вообще, блин, посмотреть на жизнь со стороны? Нет? То есть вам нравятся какие девушки? Которые ухоженные, с красивыми ноготками, которые с депилированными подмышками, ножками и другими интимными частями, которые красиво выглядят. У которых оттопыренная попка, ножки и тому подобное. Вы себя, сука, вообще видели? Нет? То есть у мужиков выходят какие-то маслы, грязные, вонючие какие-то ногти, пальцы, на пальцах волосы, какие-то уродские штаны. Я не говорю, что там еще в штанах. В палой грудь и втянутый живот. О чем вы говорите? Вы про этих мужиков? Нет, я не мужик. Вот. Мнение о том, что девушки все это делают специально для вас, мужчин, забудьте. Это у вас самомнение высокое. На самом деле все не так. Девушке хочет выглядеть сексуально и красиво, поэтому она так и делает. Почему? Поэтому. Зачем я крашу ногти? Мне нравится. Так. Все правильно ты говоришь. Ух ты, редкий комментарий. Мое последнее видео, которое зашло достаточно слабенько почему-то на ютубе, но зато там у людей просто, там уже сколько, по 300 комментариев буквально за сутки пролетело. Так. У твоей жены четвертый размер. Шестой. Так. Саша Баньхейтеров. Не могу я их банить, потому что иначе буду на них тратить время. Так. Про 40 минут кардио по силовой я уже говорил. Кардио можно оставлять, проблем в этом нет, но я предпочитаю делать кардио каждый день. Так гораздо лучше. Так. У нас анатомически по-другому устроено. Анатомически что? Там? Там, конечно, у вас анатомически по-другому устроено. Ну, не надо мне рассказывать о том, что попу и ноги анатомически у женщин совсем по-другому устроено. Знаете почему? Я, кстати, это, по-моему, еще нигде не говорил. Кстати. О! Вам эксклюзивших в перископе. Я вообще почему здесь сделал такую фигуру? В свое время, когда у меня стояли импланты, а импланты у меня стояли в груди, потому что у меня абсолютно не работало левое плечо и руку, я не мог поднять выше параллели. Я пять лет качал ноги. И ноги я качал как штанги 4-5 раз в неделю. Мне мои ноги перестали нравиться, потому что реально это стали огромные два столба, как у слона. Ну, многим качкам, наверное, нравится, а я не качок и не бодибилдер. Но зато я узнал все нюансы, как качать попу, как качать ноги. Я понял, что надо перестать работать на квадрисовце, что приседать, нужно тренировать себе практически ноги с ягодицами, получается все кайфово. А если вы посмотрите на бегунов на 100-метровку, вы посмотрите на ямайцев. Вот там вы видите, какие у мужиков задницы. Вот, если кто-то смотрит на мужские задницы, вот вы там посмотрите, что к чему. Собственно, вот так вот. Вот, поэтому анатомия здесь не так сильно имеет значения, потому что когда в камень приходит девушка и говорит, ой, у меня анатомически, генетически задница быть не может. Особенности отклонения есть у каждого в строении. Но задницу накачать можно кому угодно. С другой стороны, хотите вы это делать или нет. Так, какой я страшный, красивый. Так, Саш, чем больше качаю ноги, тем больше целлюлю. Что делать? Целлю гормональная тема. Посмотрите, что у вас с провоктином, посмотрите, что у вас вообще в целом с гормонами. Что-то, возможно, у вас неправильно совсем с диетой. Это связано, может быть, с тем, что сахаров гораздо больше. Может быть, у вас с инсулином какая-то определенная тема. Здесь очень целая сеть, связанная именно с этим. То есть, тренировки, понятно, ускоряют обмен и исчез. Но надо посмотреть, что не дает ему в полной мере устроиться. Как мама отреагирует на тот вид? Как и любая нормальная мама, мама любит даже самых ужасных детей, если вы на это намекаете. А моя мама меня любит очень хорошо. Так, шесть хрустит на коне, что это может быть? Если ничего не болит, то, в общем, ничего это не может быть. А так можно кастопад сходить. Так, 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 так. Не успел прочитать. Как качать, чтобы талию не расширить? Так, это мужчина или женщина, интересно, задает вопрос. Так, как не расширить талию? Корсет. Использование корсета и использование вакуума. Ну, если корсет совсем по душе, и вы мужчина, имейте по этому поводу свои загоны, то, соответственно, вакуум. То есть, пресс-подход сделали и на вакуум. Пресс-подход сделали и на вакуум. Так, девушка про пресс. Ответил. Куда Ирина убежала? Маська убежала спать, потому что у нас сколько уже часов? Сколько у нас часов? Часов тридцать у нас уже без сна. Так. Виктория Мейер, главная защитница Шпака. Да, и на ютуб канале, кстати, тоже. Так, мальчики и девочки. Маська меня уже будет тоже сейчас ждать. И мы, соответственно, пойдем шпатенькать. Хотя вот часа три. Так, хрустят колени при переседаниях даже без веса. Что делать? Что делать? Да ничто не делать. Больше делать разминки, разогрев колени. А может быть разогревающей масти. А может быть даже наколенники ставить. Так. Что за вакуум дыханием? У меня же помимо ютуба есть еще лайв канал. Соответственно, на лайв канале практически все видео о том, что происходило здесь у меня в перископе. Смотрите, там есть пресс продвинутый, там мы рассказываем и показываем, как в полной мере делать вакуум. Так, спасибо поднимающее настроение. Грибы, как тебе? Мы, честно говоря, их попробовали, но это ужас. Это просто ужасный ужас. То есть, если вы когда-нибудь ели фундук и вам попадался какой-то очень гнилой фундук. Я не знаю, как вы едите, а я обычно фундук горстями ел. А попадается фундук и он просто кислый на вкус, горький, приторный. Так вот это вот гадкие грибы. И вообще, я не знаю, я не пытаюсь никогда никого судить, но лично мне все это очень не понравилось. Конечно же, мы попробовали разные вещества, но я люблю контроль мыслей, я люблю четкость, понимание. Вот это вот вялое дрябовое состояние такое убитое, ну как называется, укуренное. Но не по мне точно, совсем не интересно. Все, мальчики, девочки, извините, что не все комментарии успевают ответить, потому что когда отвечаю на один, остальные не успеваю прочитать. Так, мальчики, девочки, пока. Зачем пробовали? Если вы будете чего-либо бояться, в вашей жизни ничего не будет происходить. А так, когда вы что-то попробовали, можете сказать, что вы были неправы, или вам это не понравилось. А если вы не попробовали, вы не можете дать свою оценку, потому что вы говорите что-то другую оценку. Пока. Масинка, а то у меня же...